20 апреля губернатор Игорь Руденя с рабочим визитом посетил Краснохолмский округ. Он побывал в средней школе номер один, ознакомился с работой филиала МФЦ и Краснохолмской центральной районной больницы. Также глава региона провел прием граждан и совещание о газификации округа и Верхнего Лжья. В Красном Холме побывала Наталья Чекет. Отремонтированный актовый зал, современное оборудование и место для отдыха. В 2022 году средняя школа номер один стала победителем муниципального этапа программы «Школьная инициатива». При поддержке из областного бюджета учащиеся смогли обустроить выбранное пространство в учебном заведении. Мы разработали новый дизайн. Он должен быть красочным, красивым, чтобы тут приятно было находиться. Закупили в проекте, также предусмотрели стулья складные, удобные, чтобы можно было их выставить. А когда их не нужно использовать, чтобы их просто убрать. Больше всего нам хотелось воплотить в жизнь эту зону отдыха. Здесь можно удобно поотдыхать, почитать книжки. Дети здесь сидят во время перемен, просто отдыхают. Совсем недавно, кстати, в школу приобрели звуковую петлю для слабослышащих детей. Визит главы региона в школу начался с возложения цветов к памятной доске. Погибшему в ходе специальной военной операции старшему лейтенанту Александру Ступневу, который посмертно был награжден Орденом Мужества. Он принимал участие в СВО с первых дней. В честь наших близких выпускников в нашей школе установлены памятные доски мемориальные. Во время посещения школы Игорь Руденя пообщался с учениками. Глава региона спросил у ребят о выборе будущей профессии, а также узнал о том, что бы они хотели улучшить в своем городе. В частности, прозвучали предложения о создании велодорожек и ремонте городской дорожной сети. Мы вам в этом году сделаем центральную дорогу, которая будет идти. Далее Игорь Руденя ознакомился с работой местного филиала МФЦ, открытого в 2021 году. Здесь создано три окна приема заявителей. Ежегодно филиали предоставляют 7,5 тысяч услуг. Как отметила заведующая филиала Мария Журавлева, сейчас среди популярных у населения услуг подача заявлений на газификацию и догазификацию домовладений. Кстати, само здание филиала полностью переведено на газовое отопление. Газификация у нашего филиала прошла 7 февраля этого года. Нам очень тепло, комфортно, удобно. Также удобно заявителям. У нас теперь всегда тепло. Заявители довольны. Затем делегация посетила центральную районную больницу. Глава региона дал ряд поручений для повышения качества оказания медицинской помощи жителям муниципалитета. В частности, было дано поручение провести благоустройство, проработать вопрос приведения в порядок дороги около больницы. Также Игорь Руденя в Красном Холме провел личный прием граждан. С просьбой отремонтировать дорогу Тверь, Бежицк, Весьегонск, Устюжно, в границах Красного Холма главе региона обратился местный житель Сергей Голубков. Это магистральная дорога. По ней также осуществляется грузовое движение. Наверное, поэтому она более разбита, потому что грузовики. Мы, автомобилисты, по ней также ездим, но уже на легковых автомобилях. И ехать, скажу вам, очень некомфортно по ней. Игорь Руденя сообщил, что ремонт дороги начнется в этом году. С вопросом о приобретении сценических костюмов, музыкального и светового оборудования для творческих коллективов Краснохомского дома народного творчества к губернатору обратилась Наталья Казакова. Наш коллектив называется «Русские узоры». Мы представляли, вот буквально в августе месяце, мы представляли Тверскую область на Всероссийском фестивале «Русское поле». Хотелось бы, чтобы нам помогли купить костюмы, световое оборудование, плюс инструменты нам нужны. У нас есть ансамбль народных инструментов «Славяне». Поддержку коллектива окажет по государственной региональной программе «Культура Тверской области» на 2021-2026 годы. В этот же день состоялось совещание главы региона с представителями всего Северо-Востока Тверской области. Стороны обсудили вопросы газификации Верхней Волжи. Принято решение строить вместо больших газовых котельных небольшие, которые будут располагаться рядом с социальными объектами или домами. Новые котельные будут меньшего формата, но будут являться более объектовыми. И для жилых домов это будут специальные тепловые пункты, которые будут находиться в непосредственной близости к домам. И таким образом мы минимизируем потери на отопление жилых домов и административных помещений. Кроме того, Игорь Руденя поставил задачу увеличить размер поддержки участников специальной военной операции и разработать для этой категории граждан отдельный проект по дегазификации домовладений. Продолжение следует... Продолжение следует...